Пищевая сода против нитратов и пестицидов Известно, что свежая зелень, ягоды, фрукты и очи очень полезны для нашего здоровья. Известно и то, что они могут быть сильно захимичены удобрениями. Заражены яйцами листов. Как быть? И в этом случае нам поможет пищевая сода. В кастрюлю на 5-7 литров налить в воду, добавить 4-5 столовых ложек соды, поместить овощи, фрукты, зелень и дать постоять 15-20 минут. Затем промыть проточной водой. Сода дает мощную щелочную реакцию, что извлекает вредную химрию из продуктов, а также расщепляет оболочки яиц паразита. Рецептура использования пищевой соды. При простудном кашле. Во время простуды бывает сухой, неприятный кашель, дерущий горло. Важно перевести его в мягкий, обволакивающий, нераздражающий горло вариант и легко вывести слизь вон из организма. Для того, чтобы кашель созрел в легко выводимую форму, используйте стакан горячего молока, в котором разведите чайную ложку соду. Выпейте на ночь при необходимости повторите. При воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, гортоне, сделайте ингаляцию с содовым раствором. Налейте в кастрюльку литр воды, добавьте столовую ложку соды. Когда вода закипит, снимите кастрюльку с огня, накиньте полотенце и подышите паром в течение 10-15 минут. При ангинах, ларингитах, фарингитах, а также при зубной боли, стоматитах и особенно при флюсах, это воспаление надкосницы, нужно 5-6 раз в день полоскать полость рта и горло раствором пищевой соды. 1-2 чайные ложки порошка соды на стакан горячей воды. Ларингит – это воспаление слизистой оболочки гортони и голосовых связок, проявляющихся кашлем и нарушением голоса. Фарингит – воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани глотки. Стоматит – воспаление слизистой оболочки рта. При насморке содовый раствор можно использовать в качестве капель для закапывания в нос. В 2 чайных ложках тёплой воды развести чуток соды, чтобы слегка ощущался её вкус. И закапывать в нос 3-5 раз в день, то есть где-то капелек по 5, не более. Чтобы избавиться от головной боли, попробуйте ежедневно за 30 минут до еды пить кипяченую воду с содой. Пол чайной ложки порошка пищевой соды на стакан воды. Первый день до обеда выпейте стакан, на второй день 2 стакана. По одному перед обедом и ужином и так далее. Доведите до 7 стаканов в день. Далее ежедневно снижайте количество стаканов с раствором соды на 1 стакан. Это один вкус. Если он не помог, значит причина головной боли иная. Если после приёма пищи возникает голодная боль, то и причина возникновения может быть в нарушении работы желудка. Попробуйте выпить стакан тёплого молока с половиной чайной ложки соды. Если поможет, вы попали в цель. Чтобы в дальнейшем не пить пищевую соду, наладьте работу желудка с помощью правильного питания. Чтобы выровнять пульс во время внезапного приступа сердцебиения, примите пол чайной ложки пищевой соды. Естественно, погасив её в кипятке. Если массировать дёсны утром и вечером пищевой содой, щёткой или пальцем, капнув в неё перекис водорода, то это будет хорошая профилактика от инсультов. Для очищения толстого кишечника используйте кризмы из расчёта чайной ложки питьевой соды на литр воды. При появлении частых позывов к мочеиспусканию и появлению боли и жжения во время него, что указывает на попадание инфекции в мочевываляющие пути, выпейте стакан горячей воды, в котором растворена чайная ложка пищевой соды. Я сейчас не говорю, что соду надо погасить, это подразумевается. Не просто она растворена, она погашена. Запомните это. Лечение молочницы. Дрожжевые грибки рода кандида в щелочной среде погибают. Чайную ложку пищевой соды растворите в литре кипячёной воды комнатной температуры. Полученным раствором с помощью резиновой груши хорошенько промойте влагалище и вымыть из него творогоподобные массы. Промываться необходимо регулярно и часто, от 4 до 8 раз в день. Не прокращайте такое лечение в течение двух недель. Важно понимать, что молочница это лишь симптом заражения всего организма грибками кандида. Важно применять и иные рекомендации, чтобы гарантированно от неё избавиться. Для снятия боли при островом геморрое используйте холодные примочки с 2% раствором питьевой соды. Меняйте их через каждые 30 минут. Конечно, это не выход, а лишь временное облегчение. В случае гнойного воспаления пальца, это так называемое осложнение панарицы, опустите больной палец в крепкий раствор питьевой соды. 2 столовые ложки соды на пол-литра горячей воды. Подержите 15-20 минут процедуру, повторяйте 3-5 в день. Маска от прыщей. Размельчите на кофемолке хлопья геркулес до состояния муки. В стакан геркулесовой муки добавьте чайную ложку пищевой соды и тщательно перемешайте. В столовую ложку смеси добавьте немного воды, чтобы получилась кашица. Нанесите ее на лицо на 15-20 минут. Затем смойте маску с лица большим количеством воды. Для избавления от прыщей используйте эту маску через день. Курс пока не закончится, весь стакан подготовленной смеси. При необходимости курс можно повторить. Чтобы улучшить состояние кожи, после смывания маски ополосните кожу лица талой водой и не вытирайте в течение 2-3 минут. Если вас укусила пчела или оса, приложите кашицу из соды и воды на место укусов. Сверху приложите свежий лист подорожника или петрушки. Заментуйте и держите так до 8-12 часов. Зуд от комаринных укусов проходит, если к ним приложить ватные диски, смоченные в растворе пищевой соды, чайная ложка на стакан воды. Этот же раствор можно использовать для отпугивания насекомых. Несколько раз в день протираем кожу. Этим же раствором полезно протирать подмышечные впадины, чтобы избежать неприятного запаха. Либо после душа на чистые, сухие подмышки нанести щепотку пищевой соды и слегка втереть ее в кожу. Пищевая сода нейтрализует кислую среду, в которой размножаются бактерии, придающие поту запах. И его не будут в течение целого дня. При крапивнице с обильной сыпью по всему телу помогут теплые содовые ванны. 400 грамм порошка питьевой соды на 100 литров воды. Ванны принимают дважды в день по 15-20 минут. После обтереть тело яблочным уксусом, либо свежим томатным соком. Потниться – это скопление небольших розовых прыщиков. При наступлении жаркой погоды, взрослые, особенно маленькие дети, стадают потниться. Обработка несколько раз в день пораженных мест кожи тампоном, смоченным в содовом растворе, чайная ложка на стакан воды, помогает от них избавиться. Чтобы избавиться от жирной перхоти, рекомендуется перед мытьем головы втирать раствор пищевой соды в кожу, чайную ложку соды на стакан воды. Можно поступать проще, намочить волосы, потом слегка массировать, втирать в кожу головы горстями пищевую соду. После этого промыть волосы. В первое время, после использования этого средства, волосы станут сушить, чем обычно. Это и понятно. Сода сушит, но потом все восстановится. На время применения этого рецепта не используйте обычные шампуни. Удаление мозолей, натоптышей, трещин на пятках. Делайте 2-3 раза в неделю содовые ванночки, чайная ложка соды на литр воды, в течение 10-15 минут. После вытереть насухо и потереть пемзы. Если кожа сильно сохнет, смажьте влажным кремом. Пигментные пятна, папилломы, бородавки. Пищевую соду смешать с касторовым маслом. Нанести на печеночное пигментное пятно. Можно втирать, прикладывать компрессы. Этим же способом можно удалять папилломы с кожи. Вначале они распухают, а потом сходят. Бородавки удаляют так. В содовом растворе распарить бородавку. Потом приложить кусочек мяса и закрепить. Оставить на 2-3 дня. Вновь распарить бородавку в соде и отделить. Если бородавка не отвалилась, можно повторить. Фурункул, как утверждают знатоки, прекрасно лечатся аппликацией из соды и алоэ. Для этого фурункул присыпают пищевой соды, а сверху кладут разрезанные вдоль листик алоэ. Все прочно бинтуют. Держать 2 дня, мочить не рекомендуют. Я считаю, что это внешнее лечение, облегчающие симптомы. Фурункулы возникают о проблемах с кровью, поэтому надо улучшать ее свойства. Тогда они пройдут сами с собой. А именно и занять из крови к нейродную инфекцию. Если чрезмерно потеют ноги, утром и вечером обмывайте их раствором соды. Чайная ложка на стакан воды. На ночь положите между пальцами ватку, смоченную чем раствором. Если возникнут неудобства в виде чесания, потерпите. Для лечения грибковых поражений стоп ног, ногтей следует столовую ложку пищевой соды, чуть-чуть развести водой, чтобы получилась кашица. И натереть ее в пораженные места. Подержать 5-10 минут. Затем ополоснуть водой, дать высохнуть и присыпать крахмалом. Чтобы снять отечность и усталость ног, подержите 15-20 минут в тазике с водой. 5 столовых ложек соды на 10 литров теплой воды. При небольших ожогах кожи, термических, химических, растениями, приложите к нему марлевую салфетку, смоченную в растворе соды. Чайная ложка на полстакана воды. Держите до тех пор, пока боль не пройдет. Для снятия похмельного синдрома, конечно, все зависит от степени. При легкой нужно принять от 3 до 4 грамм питьевой соды в первые 2-3 часа. При средне тяжелой до 6-8 грамм. При тяжелой до 10 грамм в течение 12 часов. Лучше соду разводить в воде и выпить в течение нескольких приемов. То есть погасить. Пищевую соду можно использовать и для отвыкания от курения. Полоскание рта концентрированным содовым раствором. Две чайные ложки на полстакана воды. После этого человек пробует закурить и ощущает отвращение. От неприятного запаха изо рта полощите рот раствором пищевой соды. Чайная ложка на стакан воды. Важно узнать причину запаха изо рта. Возможно, он вызван серьезным заболеванием. А вы тут будете полоскать. Поэтому надо понимать, что и когда. Отбеливание зубов с помощью пищевой соды лучше не делать, чтобы не повредить имать. Для профилактики кариеса несколько раз в день полоскать рот содовым раствором. Он не терроризует образующиеся в рту кислоты и предотвращает их разрушение. На этом пока закончим. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч!